МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий представили 47 субъектов России. Уникальные разработки и новинки сельхозпродукции презентовали и ульяновцы. Безусловно, мы представляем самую лучшую продукцию, которая на сегодняшний день производится в Ульяновской области. Наша задача, конечно, безусловно, это наладить деловые контакты. В том числе с рядом партнеров мы обсудим на сегодняшний день некий инвестиционный подход к Ульяновской области, где они могут реализовать свои инвестиционные проекты. Делегации 70 человек, включая сотрудников минсельхоза, фермеров и кооператоров, в Москве успело не только походить по круглым столам и побеседовать с потенциальными клиентами, но и подготовить собственный стенд. Большим спросом пользовались итальянские сыры, подсолнечное, высокоолеиновое масло и рыба. Очень хорошо представлены не только наши регионы, но и все регионы, в том числе в моем сегменте. Но все они мне знакомы, то есть ничего для меня такого нового особо нет. Наш сыр на очень достойном уровне. Дегустацию организуем, очень много желающих попробовать рыбу. Люди приходят по два, по три раза, спрашивают даже, что там за вкусная рыба такая была, интересуются, узнают, всем очень нравится. А тем временем на площадках форума Ульяновску удалось заключить сразу шесть выгодных контрактов. Достигнута договоренность с компанией ФОС Агрорегион, занимающейся поставками минеральных удобрений. По словам бизнес-партнеров, Ульяновск для них – это регионы и более благоприятны для ведения интенсивного земледелия. Мы имели возможность делать поставки в Ульяновскую область только ЖД-транспортом. Совсем недавно мы купили актив на границе в республике Татарстан, в Нурлате. Благодаря этому мы сможем оказывать клиентам и потребителям услуги по отгрузке товара с нашей базы. Через новый центр дистрибуции аграрии смогут точно планировать объем удобрений для полевых работ и заказывать их заранее. Документ с объемом инвестиций в 100 миллионов рублей губернатор Сергей Морозов подписал с главой компании Гулюшева. Согласно инвестконтракту в Сурском районе будет построен животноводческий комплекс молочного направления на 1900 голов. Удалось также закрепить договоренности между Министерством агропромышленного комплекса и компанией Калатея о строительстве животноводческого комплекса в Барышском районе на 20 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Еще одно соглашение – это строительство зернокомплекса в Вишкаемском районе компании Симбирский мясной дом. Согласно контракту объем инвестиций составит 250 миллионов рублей, а количество рабочих мест составит 55. Ряд соглашений касался подготовки кадров для агропромышленного комплекса. В частности, региональное министерство подписало соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом, компаниями МТЗ «Татарстан» и «Щелково-Аграхим». В целом объем инвестиций от подписанных документов превысил 1 миллиард рублей. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, Новости Ульянской правды.